Девушки отдыхают И вот я предлагаю, друзья, начать у вас с какой смс-ки Она очень и очень символичная И по нашей прошлой теме, и по текущей Добрый вечер Мой IQ более 180 единиц Единиц Какую машину мне покупать? Покупать Хочу Ладу Приорку Мой IQ достаточно, чтобы не чинить Или лучше Нексию 2005 года Спрашивает менеджер по продажам По продажам Унылый умник, город Москва Вот это, я понимаю, постановка вопроса Так что, Приорку или Нексию? Нет, конечно, Приорку, а может быть Даже какую-нибудь Самарку Потому что, нет, ну как Если у человека высокий IQ Значит его надо как-то применять И для этого, конечно, продукция ВАЗа А еще лучше, кстати, например, УАЗ Какой-нибудь, да, или Патриот, или Хантер Вот там разгул совершеннейший А я вас с ребятами советовался Мне, ну так сказать, в преддверии, например, стройки На дачу, я думаю, надо же какую-то купить машину Так Думаю, ну на Газели вряд ли я буду ездить А вот мне Илюх говорит А купи, говорит, у вас Патриот Газель Бизнес сейчас будет Ты про нее рассказывал Газель Некст Газель Некст Да, Газель Бизнес это обычное А Газель Некст У меня вот коллега Федор Лапшин на ней уже поездил И прямо говорит, автомобиль Прикольно? Да, правда Да, правда Правда Не знаю Там уже куча всего немецкого Куча всего там испанского Весь я в чем-то французском и так далее Да, уже вообще там независимая подвеска Распечатаешь цифру 18 на большом листе А4 Положишь ее под лобовое стекло Будешь пассажиров возить А ты же так, да, пустой Будешь Вот Слышь, так увлекусь Зовет Ильича Москва Москва зовет Ильича Да Да к черту это радио Вот это работа Вот это что я Что ты Здесь Здесь Доль, здесь тебе раз в месяц деньги дают А там тебе каждый день и каждый человек будет передавать за проезд Это правда Словом Серьезно, вот у вас Патриот Нет Нет, все Все, 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 все Это вот если высокий IQ Мне кажется, это недостаточно Нет, нет, нет Для этого точно А вот еще из России пришла Из глубин русской души смс-ка А можно на двух болтах на колесе ехать? А то что-то стрёмное Ужас Ужас Я, конечно, нет В юности бывал Но на двух Нет Колеса-то четыре Молодой человек А у вас два болта всего Не надо На всю машину Кроссовер жене Бюджет 2 миллиона X3 Q5 GLK SRX EVOX XC60 Спасибо Вот из этих X3 Q5 GLK Вот всегда говорю Примерно одинаковые И тут уж выбирайте Что больше нравится Они там чуть-чуть Там BMW Чуть спортивнее Q5 Это такое Нечто среднее И вашим И нашим ГЛК Кстати Очень неплохо ездит EVOX Хороший автомобиль Но Для кого-то он может показаться Тесноват Потому что там стиль превалирует Конечно Над функциональностью Вот SRX Я бы не стал XC60 Кстати Из этих всех машин Он тоже очень хороший И для жены Прекрасный И он будет подешевле Чем все Вышеперечисленные Все за 2 миллиона Новое Ну плюс-минус Да Ну и Vogue Например За 2 миллиона Конечно Там 2 200 Ну он же Там же стиль превалирует 5533 В начале СМС-слова Маяка 728 7171 Кот Москвы 495 Берем звонок Алло Алло Добрый день Леонид У меня вопрос Извините Не представился Антон Меня зовут Москва Вот вопрос По поводу Отечественного автопрома Но Маруся Вот Производитель Маруся Хотелось Хотелось бы Понять Какая у них Сейчас Ситуация То есть Они все-таки Запустились Или нет И Я слышал Что они Выиграли Тендер На постройку Вот так называемого Президентского Автомобиля Там 3 Автомобиля То есть Сам лимузин И автомобили Сопровождение Да Давайте расскажу Хорош Просто интересуетесь Или подумываете Покупать Маруся Не Ну Я К сожалению Столько не зарабатываю Чтобы купить Маруся Просто интересуетесь Интересно Да Мне это интересно И я считаю Как бы я слышал Что раньше Этот вопрос Отдавали ЗИУ Сомневался Очень Чтобы его реанимировали Ну на базе Предыдущего ЗИСа Да Сейчас вот Есть такая надежда Что наконец-то Наш президент Будет ездить На отечественном Автопроме Значит Смотрите Прежде всего Про Марусю Ситуация У них Не очень хорошая Мягко говоря Потому что Производство Так и не началось И начаться Никак не может Потому что Машина Которую они Сконструировали Оказалась Не приспособлена Для Массового выпуска То есть Они сделали Некую Так сказать Вот как С их пониманием Ситуации Которая оказалась Далека Абсолютно От нормального Они сделали Некую Такую самоделку Выяснилось Что выпускать Ее не с чего И теперь Вопрос То есть Маруси Как производителя До сих пор Нет Это некий Потенциальный Производитель Фоменко Наступил На все грабли На которые Только мог Которых Так сказать Ему Которых Предупреждали Вот Он смело По ним пошел И сейчас Его Надежда На финскую Компанию Valmet Automotive А это Компания Которая Если помните Евросамары Да Вот она Выпускала Собирала Евросамары В 90-х Потом она Собирала Порше Бокстеры И Кайманы Сейчас она Собирает Мерседес Акласс Такие сборщики Контрактные Они очень Хотят Стать Полноценной Инжиниринговой Компанией Пока Пока не стали И Фоменко Для них Первый Такой клиент Фоменко Хочет заплатить им Еще денег То есть Вы понимаете Прошло уже Сколько Пять лет Фактически Машины нет Фоменко Хочет заплатить им Денег Чтобы они Для него Провели Реинжиниринг Машины Со знанием Всех Нюансов Нормального Автопрома И он знает Что он у них Первый клиент И все равно хочет Конечно А куда им делаться Не ну в принципе Если на все Горобки уступили У тебя уже там Не шишка А загрубевшая кожа Да 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 Все остальные Просто возьмут Еще дороже А как же А скажи А если без шуток И без подколочек Ну вполне естественно А это не шутки И не подколки Это все Перспективы есть реальные Ну как Это все зависит От денег То есть То что Эта история Уже Убыточная Навсегда Я уверен Сто процентов Но если в нее Влить еще Денег И вот Что мне не нравится То что Николай Фоменко Понимает Что Ну естественно Продать это за рубеж Какими-то арабами Или китайцам Это нереально Потому что Продавать-то нечего И его единственная надежда Это государственное финансирование Есть одна наживка Которая всегда Заглатывается Патриотическая Да И мне это Категорически не нравится Потому что Пока Там Господин Чеглаков Насколько я понимаю Основной акционер Маруси Оплачивал Эксперименты Фоменко Это окей Это пожалуйста За частный счет Любые игры Как только Начинаем оплачивать Мы Налогоплательщики Вот это уже да Подожди А это вот Такой вариант Всерьез рассматривается Потому что Это же премиум спорткар Какое финансирование За госчал Так вот Фоменко Сейчас Говорит А он Сейчас У него Там очень Большая активность Он Значит Принимает участие В дизайнерских Конкурсах И в частности Вот как только Там зашла речь О лимузине Для президента Он естественно Значит Ну слава богу Дизайнеров у нас много И собственно говоря Марусь Машина красивая Да Она нарисована Красиво Да Он естественно Подсуетился И выкатил Много разных Вариантов дизайна И он говорит Ребята Я уже вот смотрите Я же автопроизводитель Давайте я Ну вот Чем это закончится Мы же понимаем Да Это секрет Поэтому Честно говоря То есть естественно Никакой ЗИЛ Производить лимузин Давно не может На ЗИЛе нет ничего Там одни руины Машину Которая показывалась Делали на базе Кузова Старого ЗИЛа Подкатили под этот кузов Шасси От американского пикапа Такую сделали Сборную солянку Показали президенту Все президенту Не понравилось Естественно Да Потому что Это самоделка Это уровень такой А вы сколько Определите президента Или благодаря Ему рассказали Ему рассказали Конечно Вот Поэтому Сейчас Некая вот такая идея Называется это Проект кортеж Да За государственные деньги Разработать Много Машин Значит Лимузин Машину поменьше Под маркой Чайка Машины сопровождения И так далее Якобы За это может взяться Маруся Почему она не может взяться За это реально Я вот сейчас вам рассказал Да Якобы Это все будет На базе Зарубежных компонентов То есть Грубо говоря Будут брать Я не знаю Там БМВ 7 серии И наращивать на него Другой кузов Под маркой ЗИЛ Сколько все это будет стоить Мы с вами Можем представить В общем У нас ЗИЛ Теперь тюнинговое Ателье БМВ будет Ну не ЗИЛ Слушай подожди Лень Откажи пожалуйста Ну мы же все Так сказать Мы же все таки не Венгрия Нам нужен машин Для своего Нам нужна машина Для нашего президента Согласен Нашего производства А скажи А какой реальный путь И так сказать Ну такой цивилизованный Реальный Эффективный Рентабельный путь Создание этого самого Лимузина Для нашего президента Компетенции Скажем так Массового автомобилестроения Современного Есть сейчас у АвтоВАЗа Как это не смешно У АвтоВАЗа С помощью Альянсера на Ниссан То есть все таки Желтая калина Ну давайте без шуток Ну вот без шуток Есть у нас Горьковский автозавод Который сейчас Становится Контрактным сборщиком Иномарок Вольксваген Шкода Шевроле Тоже вроде компетенций Но пока недостаточно Вот они сделали Они молодцы Они сделали Газель Некст Хорошую Своими силами Там есть такой Управляющий Бу Андерсон Очень Бывший джемовец Очень грамотный менеджер Который действительно Вот Газель Некст Это его детище Молодец Прямо вот Великий человек Но пока Даже если Просуммировать Все эти Компетенции И мощности Их не хватит Их не хватит Поэтому Другого пути Кроме как Действительно Взять Семерку БМВ Или Мерседес С-класса И наварить На него сверху Другой Кузов Я честно Не вижу Все ответил Ответил совершенно Да Полностью Кто этим будет заниматься Это тоже другой вопрос Да мы наварим Давайте Давайте Передаем Так 19-20 столицы Друзья Леонид Голованов В студии Вопросы Да Вопросы Вопросы Я сейчас напомню СМС-портал 5533 Начали сообщение Слово Маяк И наш телефон 728-7171 Код Москвы 495 Добрый день Как-то был задан вопрос Про Шевроле Круз И вы категорически Его не рекомендовали Хочется узнать Почему Чем он плох Какие проблемы Возможно Механика 1.6 Юлия Москва Ну во-первых Я помню этот вопрос Не то что категорически Я не рекомендовал Просто речь Шла о том Покупать или нет Я сказал Что я не рекомендую Я бы купил Какой-нибудь другой автомобиль Потому что При прочих равных Вот например В наших тестах Авторевью Круз Всегда проигрывает Всем остальным Он Неплохой автомобиль Достаточно Просторный Достаточно Тихий С неплохой Плавностью Хода Но Управляемость У него Очень вялая Есть у него Моторчик Слабоват Есть у него Некие проблемы С надежностью Такие Типичные Для ДЭУ Типичные Для Дженнел Моторс Вот Поэтому Вот Механика Юлия Не знаю Смотрите Не то что Категорически Не рекомендую Но если например Вот вам хочется Большей европейскости От машины Да то Например Форд Фокус А что такое европейскость? Экономичность? А это вот ощущение Ну и экономичность И ощущение Когда ты управляешь машиной Вот Европа Такая Европа Вот ты в фокус садишься И руль поворачиваешь И он сразу следует за рулем Очень приятно А какая эти тезы В Европе? Фальксваген Ну вот Корея А Корея Да Корея становится лучше Но вот Но еще не Европа Круз да Это пока еще Такая Корея Вот та же например Из этих машин Вот если хэтчбэк Например Киа Сид Я бы выбрал однозначно Сид лучше чем Круз Да Слушайте А вспомнил наш спор В прошлой недельной давности По поводу того До сих пор Немецкое вот это вот качество Автомобили Все такое же немецкое И все такое же качество И подождите Спор был не об этом Стоп Спор был такой Сколько Так сказать Насколько справедливо Как к Xiaomi Подходить к словосочетанию Немецкое качество Не предполагая Или не опасаясь Того что в этом Некоторое количество Маркетинговых Примесей появилось А сейчас уже Смотрите Вот глобализация Это же Это же реальность Да Это все Она наступает И в одни и тех же Узлы Одних и тех же Поставщиков Есть И в корейских Автомобилях И в немецких Автомобилях И во французских Автомобилях Это во многом Вопрос стереотип Он уже То есть по прежнему Конечно же Немецкая школа Автомобилестроения Да Пожалуй Лучшая в мире Но если мы говорим О надежности То вы же помните Что японцы Были всегда Да Вот Но тоже там Происходит Японцы Начинают экономить Немцы Даже премиального Сегмента BMW Mercedes Audi Начинают экономить Все начинают ставить Одни и те же компоненты У всех выявляются Одни и те же проблемы Плюс Добавьте сюда Российскую сборку Да Которая Окей Конечно У всех есть свои системы Качества и так далее Но все равно Ребят Ну Это не имеет значение Невелировать любой Технологический Да Поэтому сейчас Очень сложно сказать В общем Лех Завершая наш спор Маркетинговые примеси Есть Есть Но оно Пожалуй Спор лучше Ну все Что мы спорим Алло Спасибо Хочу купить SL55 AMG AMG 2002 года Что скажете Это офигенный автомобиль Вау Я помню SL55 Если это компрессор Это компрессорный мотор Был Это компрессор Через кей написано Ребят Это немцы Это немцы Das ist eine kleine Eine große Kompressor Eine große Ja Значит Наддув Да Вот бывают Моторы атмосферные А бывает наддув То есть Воздух в двигатель Принудительно поступает Под давлением Это позволяет Загнать в цилиндры Больше воздуха Сжечь больше топлива И повысить удельную мощность Так вот наддув Бывает турбонаддув Когда у тебя Сжимает воздух Турбинка Которая Вращается Крыльчаткой В потоке выхлопных газов А бывает Сейчас Инна Жиркова Сознание потеряло Механический наддув Когда эту турбинку Грубо говоря Или там Вращающиеся Такие Лопасти Такие роторные Приводит Коленчатый вал Непосредственно Это лучше тем Что у турбинки Есть запаздывание А у компрессора Его нет Он дует Прямо вот С нуля И Мерседес Сделал ставку На компрессоры На механические Приводные нагнетатели Как выяснилось В долгосрочной перспективе Это была ошибочная ставка Потому что Экономия топлива И так далее Сейчас они Переходят на турбонаддув Но вот эти моторы Начало двухтысячных С компрессором Вот именно АМГшные Это фантастика Там такой звук Там такая тяга А я так понимаю 55 Это 5,5 литра Да? Да А СЛ Это Родстер Это двухдверный Это купе Родстер Двухдверный С жестко складывающей крышкой Он в принципе Один из лучших автомобилей В то время был мира И до сих пор Как он называется Скажите ко мне еще раз Мерседес СЛ СЛ А сколько стоит Как думаешь Вот примерно Не ну вот Вот сейчас Вот тот описанный Ну надо смотреть Ну я думаю Миллион два Миллион два Просто представьте себе Друзья мои Он просто Он дико дорогой Машина очень легкая Это не очень легкая машина Это две тонны А две тонны Это две тонны Это база С-класса Это машина тяжелая Но все равно 500 лошадей 500 лошадей Но она потрясающая Я ездил просто на ней Приделываешь фанер на лист И она листит уже Я счастливый человек Я ездил на многих Вот таких Дорогих мощных машинах И они конечно Вот запоминаются Лучшие из них Конечно Еду в автобусе Рядом мужик на крусь едет И с грустью в глазах Смотрит на правую аудиоколонку Спасибо вам Алло Сейчас извините Алло Сейчас Как вас зовут Данил Данил Одну секунду повисите Просто чтобы я не забыл Потом эту смс прочитать В Зарасовской области Просто мне показалось важный Подскажите пожалуйста В деревню Пожилым родителям Работаю по хозяйству Дороги ужасные Что лучше купить Нива, Шевроле, УАЗ, Патриот, Рено, Дастер Все с пробегом 15-30 тысяч Дастер Дастер Однозначно Дастер Дорогой Дастер Дастер покупайте Леонид нас научил Мы уже сами можем говорить В таком выборе Мы сами советуем Дастер Дастер Алло Алло Данил прошу вас Здрасте Да Здрасте У меня вопрос такой Toyota RAV4 2013 года Или Freelander 2 Что лучше Что нужно от машины Больше простора Проходимость Вы активный водитель Или пассивный водитель Ну я активный водитель Хочется и комфортной Динамичности Freelander Да Отличное Разница в чем Что смущает Freelander 2 Это в основном Дизель Да А что вас смущает Ну меня смущает Дизель И вообще в принципе Меня смущает Автопарк Land Rover Да Да Английское Да Английское качество Ну смотрите Естественно Toyota Это японское качество Но она Вот по первым нашим Вот новая Toyota По первым нашим впечатлениям Она такая Спокойная машинка Совсем спокойная Встала А Freelander Все таки Это автомобиль Который едет Очень неплохо Он Из всех Land Rover И Range Rover Все таки Самый простой И поэтому Самый надежный И дизель Едет очень хорошо Я бы уже Дизеля не боялся Вот такие вот Мои Спасибо Рекомендации Так друзья Сейчас прерываемся В соответствии С нашей новой концепцией После новостей Сразу продолжаем Вы пока пишите 5533 Короткий номер В начале сообщения Слово Маяк Или звоните нам По телефону 728-7171 Кот Москвы 495 1936 столицы Продолжаем Друзья Только на сайте Профилактика.тв Настоящее интервью Инны Жирковой А у нас В гостях Леонид Голованов Продолжаем Друзья Настоящее интервью Настоящее интервью Инны Жирковой Понимаете Это посильнее Фауста Я понимаю Да Ну что давайте Масса Масса вопросов И вот Несколько Спрашивают Видимо Вдогонку К информации Про Марусю Спрашивают А как дела У ее мобиля Да Вот А у ее мобиля Кстати все Мы Затаили дыхание Потому что Я Недалее Как В декабре По моему Ездил Аж на На прототипе В Белоруссии В Белоруссии Под Минском На полигоне Значит они взяли У них есть Три прототипа Они взяли Сузуки Икс 4 Таинственные они Яровит Яровит Моторс Белорусы Которые собственно говоря И инициаторы Проекта ее мобиля Финансирует Это все дело Смелый Отчаянно Михаил Прохоров Вот И мы конечно желаем Ему удачи И последняя информация Была такова Что Они уже Примерно Выбрали Бензиновый двигатель Который будет вращать Генератор И у них уже есть Некие Так сказать Наработки По тому Что это будет за генератор И что будут за суперконденсаторы И я прокатился на Сузуки СX4 С этими агрегатами И он ехал Это было чудо Прямо Далее Срок Время Ч Изготовление Настоящих Прототипов С их кузовами Было Восьмое марта Как вы понимаете Ребята Восьмое марта Давно прошло Никакой информации О том Были ли построены Эти прототипы Или нет Нет Я думаю Что естественно Раз информации нет Нам естественно Обещали Что типа Ребята Как только Так сразу Эту дату С помпой Презентовали Восьмого марта У них была Начертана В комнатке На стене Типа Время Ч Восьмое марта Потом они подписали Единицу спереди Было Восемнадцатая марта А потом Не марта А еще Единичку написали Тринадцатый месяц Да Вот И поэтому Можно ждать Еще А потом Просто написали 2016 И может быть Это восьмое марта Какого года Вот Так что Друзья Мы ждем Стомления Упования Хорошо Мужики Ну ответьте Третью неделю Пишу вам Сейчас передвигаюсь На митсубиси Кольт седьмого года Робот Хочу поменять На автомобиль Восьмого года Что лучше взять Митсубиси Лансер Десять Солярис Опель Астра Мазда Три В общем Бюджет Четыреста Четыреста Почему бы и нет Хорошая надежная машина Да Уж всяко без робота Слушай Знаешь Мне один человек Рассказал Очень смешную историю По поводу Форда Куги Это просто Прямо Как у Хармса Что нынче продают В магазинах Приезжает этот мой Человек Какие большие огурцы Да Какие большие огурцы Продают нынче в магазинах Приезжает он На тест-драйв Куги новый Я даже знаю Что это за человек Да Ну не надо сейчас А то Потом парни придут С вопросами Ну вот Приезжает он Ему дают Кугу А он наблатыканный Смотрел рекламу Поэтому когда он Проехался Он говорит А вот смотрите А правда же Что там вот Ногой же Проводишь И открывается багажник Говорит ага Сейчас Ногой блин Он проводит багажник Открывается Дед Что только вот Люди вообще Не придумают Блин Говорит менеджер Который Так сказать Вот он Помогает ему Тут значит Этот человек Проводит ногой А багажник Сволочь Раз и открывается И менеджер И менеджер Бах на колени И давай молиться С большим большим уважением Ничего А еще нормально Придумали И то он стал Ногой туда-сюда Все он ушел А там стоят Они слетелись Как стайка воробьев И стоят ногой Под нищем Мы просто потрясаем Уровень Некоторых менеджеров Да 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 Ну вот увы Давайте смс Это кстати отдельная Вообще тема Наши менеджеры Сервис О давай Возьмем В следующий понедельник А новинки Какие еще Просто я на самом деле Вот люди пишут Например Добрый вечер Новый Citroen C4 Седан Стоит ли внимания Вот у нас Коллега мой Уже Я еще сам пока не ездил Коллега мой Уже ездил На нем И так Глубоко исследовал Этот вопрос Вот сейчас есть Peugeot 408 Седан Большой такой Вот Citroen C4 Седан Это он же Но под маркой Citroen В немножко Другом кузове И немножко С другими настройками И очень интересно И тот и другой автомобиль Специально адаптировали Для России То есть это не Российские машины Они в Китае Давно выпускаются Но их специально Адаптировали для России Потому что они Выпускаются в Калуге Да Французы делают На них ставку И Начало адаптации По Peugeot Было летом Работы А Citroen Чуть попозже Зимой Так случилось И вот удивительное дело На Peugeot 408 Можно заказать Подогрев Лобового стекла Только в зоне Дворников А у Citroen C4 Целиком Обогреваемое стекло Потому что Они учли То есть они начали Позже Чем люди из Peugeot Заниматься адаптацией Они учли ошибки Они поняли Что да Дело хорошее Но недостаточное Понятно И впервые То есть это первый Автомобиль Группы PSA С полностью Обогреваемым Лобовым стеклом А как кстати Тут обогрев действует Так же как на заднем Стекле Они реально были толстые Я их видел Идиоты Вот сейчас Слава богу Уже Ну все таки 21 век Не дворян Там есть бойница Уже с курицей С бойницей Так А у нас там звонок Был бы мне показалось В общем C4 седан Очень И кстати У него должна быть Мягче подвеска Чем у Peugeot 408 Поэтому перспективная машина Вот я же говорил Звонок Алло Алло Здравствуйте Погромче Сергей Кемеров По поводу Kia Carnival Может быть Вот такой минивэнд Редко Вы о нем Поговорите Ну потому что Их и мало Вот у нас В тестах Авторевью Их практически Не было Машина-то Достаточно редкая Калининградской сборки Как называется еще раз Carnival 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 Интересная Длинная Да Насколько я знаю Машинка Ничем особо Выдающимся Не блещет Так что Но если вы Не гурман И так сказать Ничего А жрете все Что подают То оберете Извините Ну почему нет Как как Carnival Извините А вот из Ростовской области Просто вот Она могла бы быть Философской Если бы не окончание Скажите пожалуйста Очень хочется Ауди Ку-5 Что делать Шучу Нет Но судя по прессе Они безбожно Едят масло Так ли это И каких подвохов Еще ожидать Двухлитровый мотор С турбонаддувом 2.0 ТФСА Действительно Жрал масло Не помню С какого года 2010 По моему Проблему Почти решили Изменили Конструкцию двигателя Поршневые кольца И так далее Все это было Увы В погоне За экономичностью Как сейчас часто было Вот Поэтому Насколько мы знаем Проблема Сейчас Решена Вот этого Уноса масла По литру На тысячу километров Ничего По литру На тысячу километров Да Нормально Вообще Надо возить С того человека С масленкой Ну а куда Вообще Потому что Багажник забит маслом Ну кстати Вы будете смеяться А у многих Компании Они же хитрые Они прописывают Это как норму Чтобы вы к ним Не могли обратиться С претензиями Вот буквально Расход До литра На тысячу Считается нормальным Но слава богу У Audi Естественно Это не считалось Нормальным Там сначала Были проблемы Но потом Буквально даже Перебирали мотор По гарантии Вот И сейчас Насколько я знаю Больших проблем С этими моторами Нет рекомендуют Друзья Еще раз Наш смс-портал У вас осталось 15 минут Чтобы Леониду Задать вопрос Мы постараемся читать Причем так В телеграфном стиле Строчим как можем 5533 В начале сообщения Слово маяк Ну и телефон 728-7171 Кот Москвы 495 Расскажите подробнее О Ларгус Да Вот я бы сказал О Ларгусе Правда? Да Еще рабочий вариант Без излишеств Олег Из набережных Челнов Рекомендую Лада Ларгус Это универсал Мы об этом говорили Универсал На базе Логана Хорошая машина Вот совсем Прямо без излишеств Еще одна история Очень короткая Когда я работал На самой первой Радиостанции Радиопанорама Там наш дизайнер Принес логотип 1993 год Был очень простенький Логотип Все так стояли Все задумались Все по-другому Представили логотип И один из нас Артем Липатов говорит Ну что я могу сказать Из его плюсов То что он неброский Он действительно Был неброский Логотип В общем Ларгус Он без излишеств Все что вам нужно Да Но он огромный Реально огромный Вот это та машина Которая нам нужна И кстати Насколько я знаю Купить Ларгус Не так-то просто То есть там ВАЗ не справляется Да Да-да-да Ну потому что машина Хорошая Так же как и на Дастеру очереди Ну это понятно Да Так что Сложная дилемма Человек Помогите Выбираю BMW X3 2008 2.5 И N52 Нет С мотором N52 Да Или он же 2005 года С мотором N54 Да Вот тут как ни странно Чем раньше выпуск Тем лучше Поэтому вот С N54 Я бы рекомендовал больше Потому что он все-таки Я помню В 90-е продавались BMW И всегда было В объявлении Написано М50 Плита Плита Да Плита А что значит Ну это Это было Верхнее Значит Это же Двухвальные моторы Такой У них плоская была Головка блока И соответственно Значит Вот ее называли Плитой А-а-а Все понятно Плита Я мечтал о плите Но я не знал Что это такое просто Так Хорошие Хорошие были моторы Хорошие были моторы По некоторым версиям Лучшие Ну в общем да Я как Просто лучше не было Не побоюсь этого слова Член жюри Международного конкурса Двигатель года Рекоменда А вы вопросу задавали? У Бориса Соболева Появилась работа Ну-ка-ну-ка В общем Голосовал я Знает победитель Что вокруг чего вертится? Поршни Друзья Алло Алло Здравствуйте Алексей Санкт-Петербург Здрасте Интересует Слышок Нахожусь в стадии Подбора автомобиля Для семьи Двое детей Любим Путешествовать Долгом на машине Рассматриваем Форд Гранд Симакс Подкупает С движными дверями И трансформация Задних сидений Удобно очень Что можете Про эту машину рассказать? Хорошая машина Мне она очень нравилась И нравится Она конечно Не дешевая То есть Все-таки В миллион Уложиться сложно А скорее всего У вас будет Чуть побольше Но Он Чем хорош Он Это драйверс кар Практически Вот это Форд В лучшем Проявлении И мы Очень одно время Удивлялись Вот когда был Предыдущий Фокус Он же Очень сложно было Найти машину Чтобы она была Драйверская Они все были разные Там двухлитровый Мотор с механикой У него одна подвеска У 1.6 Там другая подвеска И мне Редко попадались Фокусы Которые Прямо были бы Приятны При вождении А вот Однообъемники Что S-MAX Что S-MAX Что C-MAX Они всегда были Прямо вот Приятны Хорошая машина Там Скорее всего Будет подвеска Жестковата Но он зато Очень Очень приятен Так Хорошо И просторный Хорошо Спасибо Сейчас Где же Мучаюсь Относительно Шевинива Мучаюсь Не могу себе Место найти Не сплю Можешь посоветовать Что-то за те же деньги Другое Или ее Дастер Дастер А это за те же деньги Нет Дастер дороже За те же деньги Это шевинива Это шевинива Да Тут к сожалению Увы Ничего не придумано Но Я все-таки При всех Так сказать Достоинствах Шевинивы А с моей точки зрения Это дешевизна И проходимость Ну проходимость Это же реальный внедорожник Да Настоящий Но Все-таки Этот шум Эти вибрации Это невозможность Ехать на высокой скорости Долго И эта надежность При всех Так сказать Модернизациях Которые там Есть Нет И кстати Новый Новый шевинив Это все То есть она Будет Но это уже будет Скорее всего Там что-то Типа Дэл Адаптированное Для России Все Да Развод И девичья фамилия Абсолютно GM Автоваз Расходятся дорожки Почему Слушай Такой был хороший проект А потому что Джейл Моторс И Рено Ниссан Никак Никак И что самое печальное Бренд Нивата Остается у американцев Продали Нашу Нивата Бренд Нива Остается у американцев Это новость Все Конечно Мы должны удалиться Сейчас на свече Короткое Через полтора минуты Вернуться Надо отвечать Поразительно Продолжаем разговор Леонид Голованов Пожалуйста Леонид У тебя там что-то СМС себя возбудило Да Что же вы рекомендуя Audi Q5 Забыли про DSG Пишет человек так С ехидными такими Скобочками В виде Значит Улыбочки Потому что Все-таки S-Tronic На машинах С продольным Расположением Силового агрегата То есть на старших Ауди Еще одна Инна сознания потеряла Слушайте Дождите Девчонки Принесите ватку Это все-таки Лучше Коробки DSG Они На Volkswagen На Гольф платформы Скажем так На машинах С поперечным Расположением Силового агрегата Они более проблемные S-Tronic На Q5 На Audi A4 A6 И так далее Они все-таки Более надежны Потому что Это агрегаты Сами по себе Больше Рассчитанные На больший Крутящий момент И насколько Я знаю Проблем там Меньше Более того На Q5 Потихонечку Стали ставить Автоматы Вот сейчас После рестайлинга Стали ставить Автоматы Пока не на все Модификации Но на некоторые Понятно Ответил На Priora тоже Недавно автомат Поставили Поэтому ничего На Priora пока нет На Gran На Gran И ее не покупают Так же и скупят Боятся Ну как-то странно Вообще отдельная история Вот сейчас Будет новая Обновленная Lada Calina Кстати очень красивая Красивая Значит ну если да Ну скажем так Ну по сравнению Ну для Lada Для Lada Хорошо Там современная Со всякими Так сказать Там Колес у нее есть Там климат-контроль Будет там Что-то еще И так далее Вот мне дико интересно Ее будут покупать Или нет Потому что она уже Она уже сложнее Там видите например Ты можешь провести Миние опрос С переключаемым Впускным коллектором То есть это давно Так сказать Это повышает Крутящий момент На 10% Это приятно Это хорошо Но это же Сложность дополнительная Да А это же все-таки Автоваз Как это все будет работать В долгой Да В перспективе Ох Ну там вопрос Мне кажется Потому что люди Почему покупают Вазики Потому что они Вазики Дешевые простые Дешевые простые Абсолютно А эту ту штуку Кстати да Вот вопрос А вот извини Вот из Атраханской области Уже вопрос Мне показался он таким важным Я таксист Это очень существенно Ну чтобы понимать Как человек будет Машинку свою И в хост И в гриву Хочу продать Приору 8-го года Что лучше взять Для работы В пределах 300 тысяч Думаю Королл 4-го года Подскажите варианты Да Королл нормальная Да Вот как раз Из таких Подержанных Надежных Японцев Мне кажется И стоит выбирать Хотя вот Если на механике Я кстати Вот мы часто забываем Про Шкоду Октавию А вот Старые Октавии Они Ну да Они там Не такие надежные Как японцы Но это все-таки Если с механикой Это простая машина И там с мотором 1.6 Она очень просторная И поэтому Для такси то что нужно Вот да Да Вот Почему бы нет Понятно Давайте звонок Примем друзья Алло День добрый Здравствуйте Александр 32 года Москва Значит Мучаюсь выбором Рассматриваю Следующие машины Kia Ceed Universal В ценовом диапазоне До 850 тысяч Либо Ее аналог И наверное Конкурент Это Opel Astra Тоже Универсал В той же цене Что лучше Или есть какие-то Более достойные Машины Которые Я не обратил Внимание Универсалов У нас Немного Кстати А что вам нужно От машины Ну У меня В принципе Ребенок Интересует Загрузка в багажник Комфорт В салоне Заднее Пространство Сзади Тоже интересует Не Не Необязательно Вот этот вот 1.4 В принципе Мотор Турбированный Который В принципе Я так думаю Что он Хорош Сам по себе Динамичный Драйверский Но он Не Панацея Ну то есть Вам не обязательно Драйверс кар Да Да Мне интересует Надежность Функциональность Что и там И там В принципе В эти деньги Укладывается И Комфорт Киосид СВ В этом Классе Один из Пожалуй Лучших Автомобилей И по надежности В том числе Поэтому Рекомендую Слушай А вот смотри Изумительный вопрос Сколько процентов От годового дохода На ваш взгляд Должен стоить Автомобиль Александр 26 лет Москва Да Это кстати Хороший вопрос Это очень умный вопрос Да То есть Такая универсальная формула Люди которые покупают Автомобиль На последние деньги Да Да еще и Так сказать В кредит Залезают И так далее Вот это очень странно В свое время Помните Была такая финг Про часы Типа часы На руке Должны стоить Что такое Месячную зарплату Или как-то Да Так И ты этим намекаешь А у тебя 283 И 40 копеек Да Ну да Привет Глупо Глупо Вот на самом деле Я не знаю У меня нет готового ответа На этот вопрос Сколько должен стоить Ваш автомобиль Есть универсальная формула Типа Чтобы ежемесячные выплаты Не были слишком Ну как бы для вас Обременительные Обременительные А почему бы вообще Не брать Вот не брать в кредит Я например противник кредита А как накопить Накопить Друзья милые Накопите миллион пожалуйста Нет Значит вот есть несколько Таких путей Кто-то покупает сразу Дорогую машину На выезд И с ней живет Я например Предпочитал всегда Покупать машину Подешевле Начинать с поддержанной Ну может быть потому Что у меня низкий Акью Я люблю Я люблю сам конечно Как-то с машиной общаться И постигать ее Так Здесь конечно Пути лучше Чем поддержанная машина Не придумаешь Но это не для всех подходит Но этот путь Как мне кажется Он наименее затратен Потому что Когда ты покупаешь Новый автомобиль Да еще и в кредит Ты теряешь в перепродажной стоимости То есть понятно Как только ты вывел машину Из салона Она у тебя потеряла Сразу минимум 30% Да известно Потом сразу Она у тебя теряет Каждый год Соответственно в зависимости От марки и модели Тоже какие-то деньги Очень существенные Естественно А ты еще и переплатил за кредит Да И переплата получается Очень серьезная Но если ты покупаешь Пятилетку например Или хотя бы даже Трехлетку То ты уже избежал Этой переплаты Ты уже сэкономил И потом когда ты ее продашь Через 3-5 лет У тебя Эта потеря Понятно Даже с учетом Скажем Всех затрат на обслуживание И ремонт Будет меньше Конечно Гораздо меньше Чем новая Конечно В общем друзья Что касается Мы не можем сказать вам Конкретные цифры Там конкретные проценты Считать Садиться с калькулятором Понятно что Не должно быть Не надо покупать машину Из последних сил Мне кажется Вот это классические примеры Хорошая иллюстрация Овчинки Которые совершенно Не стоит видеть Зачем покупать машину Из последних сил Тянуть этот кредит Чтобы что Чтобы она радовала Все таки машина радует Ну согласись Лень Скачай фильм Будиалин Не надо тебе Никакой машины Для многих Машина Это прямо Надо сесть И кайфануть Это для него Лучше чем дома Купить кухню для жены Может он там Отдыхает в этой машине И действительно Там у него Медитация какая-то Проходит Которую он Целый день ждет Ну поэтому Что там у него Только не проходит В этой машине В этом смысле Конечно Можно пофантазировать Если машина Это первый дом А у нас Судя по нашим пробкам Люди проводят Там все таки Большое количество времени Поэтому Да Кстати да По статистике Росстата Друзья Большую часть жизни Россиянин проводит В машине Поэтому Это очень важно Это не машина Это квартира Купить хороший ковер Обязательно цветы Вот считай Что у нас Совершенно нет цветов На торпеде И сзади А кстати Знаете Новую пеньку Будущий Citroen C4 Picasso У него на дисплее Вот который большой Да Можно будет вводить Туда семейный портрет Ну слава тебе господи Ну все друзья Заживем Да Так что в правильном направлении Движемся Спасибо Лёнь До встречи через неделю Спасибо Счастливо Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин